Ой, нет ума в поле Рассеивается, да молодой доказак О, мой жаль Ой, молодой доказак О, ежаета его родная мать Ой, не пускай ПОЮТ НА ИНОСТРАННИЕ 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 Чем в любой кофейне при сопоставимом качестве Такой способ приготовления признан учеными как самый здоровый способ приготовления кофе Этот кофе для тех кто заботится о своем здоровье Мантара японская кофемашина в кармане Друзья ссылочку на японский кофе Мантара мы оставим под этим роликом в описании Обязательно попробуйте Кофе очень вкусный и хорошо бодрит по утрам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Маня, 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 маня Пророда Маня 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 масло Маня Мороз Маня 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 друзья всем привет опара за ночь у меня поднялась сегодня будем печь хлеб сейчас на основе опары мы будем заводить тесто я уже добавила туда воды все хорошо перемешала и сейчас добавляем туда меду чайную ложечку с горкой перемещаем чтобы но вот у нас начал растворяться дальше добавляем соли хорошо перемешиваем дальше добавляем муку пшеничную цельнозерновую просеиваем зинки у нас на свободном выгуле есть не хотят зову и зову не идут по кустам там лазит зина 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 и не там все раскопками занялись сейчас нам только к вечеру либо после обеда все еще по кустам влажник не днём добавляем еще руки ложкой теста уже не получается вымешивать начинаем рукой но должно быть такое густенькое не прилипать к рукам главное его хорошо вымешать добавляем растительное масло для мягкости еще раз хорошо его обо мне тесто вымесили сейчас убираем его в сторонку чтобы оно у нас немного подошло минут через 40 к нему вернемся и будем уже формовать хлебушек сейчас займемся жирным хлебом хорошо перемешиваем нашу опару добавляем водички водички иди Тихо-тихо это тесто заводится по такому же принципу добавляются те же ингредиенты только в ржаной хлеб мы будем еще добавлять солод солод у меня в баночке сухой вот такого сразу же добавляем одну чайную лорочку добавляем мед а у 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Катя сделала мне заказ достать из ямы картошки, морковки и вилок капусты. Картошки надо больше всего. Целое ведро ее накладем. Морковки там сверху несколько штук и вилок капусты. Начинаем с картошки. Картошку выбираем покрупнее. Катя у нас вся крупная лежит. Здесь вот так же в мешках это мелочь. Скотине ее кормим. В мешках достаем. Капуста вот у нас осталась. Вот вся свежая капуста. 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 Субтитры сделал DimaTorzok В этом году яма у нас в основном забита картошкой, потому что ее был урожай. Здесь сетки с мелкой картошкой, здесь вот все крупное навалено. Здесь у нас сетки стоят на сады картошка, здесь на сады, здесь на сады. Свекла покусана, ее всю погрызли у нас. Редька, немножко морковки и вот капусты осталось. Капусту в этом году мы солить не будем, будем только квасить. Я думаю, что несколько вилков возьмем у дедушки, либо у Катиных родителей, потому что у нас тут совсем немного ее осталось. Вилочки небольшие и они еще часто встречаются пустые. Вот так вот я посмотрел, плотненькие в принципе, лежат остались. Ну, это вот, конечно, тут это, можно сказать, не вилок. Вот тут вот вилочек, тут вот несколько. Так что посмотрим. Эту всю заквасим, там, может, на еду потом еще возьмем. Так, ведро картошки я набрал. Сейчас морковка. Ну, сколько тут штучек? Десять достанем. Хватит этого пока. А то морковка, она быстро дрянет. Типлет. Хорошая морковочка. Такие вот. Так, ну, вот, достаточно. Так, и капустки, вилочек. Сейчас выберем какой-нибудь. Вот это вот, что за вилочек у нас. Хорошенький. Хорошенький. Друзья, всем огромный привет. Как видите, погода у нас настроилась. Дожди закончились. Морозов, слава богу, пока тоже нет. И с такой погодой можно продолжать заниматься забором. Такую погоду я на Урале вообще не припомню. Можно сказать, уже зима. Ни снега, ни морозов нет. Погода в этом году нас балует. И лето было хорошее, теплое. Временами даже очень жарко. И осень хорошая стояла. И вот сейчас вот посмотрите, какая красота. Плюсовая температура. И этот вот снег, который выпал, он до сих пор продолжает таять. Сейчас буду натягивать вязево. И повязево уже ставить штакетник. Много измерительной работы. На нее уходит много времени. А так материал готовый. Саморезы, шуруповерт и штакетник. Делай, делай. Когда делаешь какой-то черновой забор из горбыля, то там особо не важно. Поставил горбыль, приколотил его. И так идешь. Здесь, конечно, много измерительной работы. Надо делать все четко и ровно. На это уходит, конечно, много времени. Но я думаю, за несколько дней этот полетатник поставим. Погода нам позволяет. Мы по прогнозу погоды посмотрели. Там на 4, на 5 дней вперед нам показывают. Там все плюсовая температура. Зинки пришли на обед. Уявились, не запылились. Где у вас еще одна-то? Только две пришли. Борьку где-то потеряли. Тот вообще только к вечеру выходит. Тот-то ужас, а ленивый. Ну бы еще в конюшню поесть приносили. Он бы вообще, наверное, не выходил. А те две прибежали. Ну, как говорится, голод не тетка. Сейчас кашу поросятам заварим. И можно будет заниматься забором. Так, кашу порох. Сейчас кашу поросят. Так. Продолжение следует... 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 Все, каминку топить сегодня больше не будем. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Раз я сегодня топлю русскую печь, то я основные блюда буду готовить в печи. Сегодня буду готовить свинину с овощами, с клюквой. Здесь у меня замороженная клюква. И буду готовить тушеную капусту в горшочке. Свинина у меня вот такой вот уголок. И сейчас его нужно нарезать. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Свинину выкладываем на противень. Это будет у нас главный ингредиент. Сверху посыпем клюквой. А по бокам уже будем накладывать картошку. Ну что, друзья. Два шага вперед, один назад. Сейчас заметил, что я рейки немножко увел. Они у меня пошли в кость. Настройки никогда не надо торопиться. Вот немножко поторопился. Всегда хочется успеть сделать побольше, побыстрее. И вывод такой 3-4 рейки прикрепил. Ставишь уровень и смотришь по уровню они или нет. Я сейчас отошел со стороны посмотреть. Смотрю немножечко, что-то как есть повело. Уровень ставлю точно. Вот было отверстие. Вот сюда увел их немного. Со стороны, конечно, незаметно особо. А так вот если прям приглядеться, да, и тем более уровень поставить, то видно. Ну, урок. Опыт. Вот так вот. Так что сегодня мне лишь бы это доделать. Я тут размечтался, думаю, сколько я сегодня сделаю. Выкручиваем 3 самореза. Рейка у меня крепится на 4 самореза. Один остается. И убираем. Смотрим по уровню. Ну, тут уже поменьше. Последние рейки я увел, конечно. Так, я думаю, что вот эту, еще одну. И там уже вот у меня все. Можно не трогать. И потом пойду дальше. Иногда подсветка на шуруповерте. Очень даже полезная вещь. Фонарик хоть одеть, а то уже вообще сумерки отпустились. Но сегодня надо делать. В любом случае, да, пролету что-то дойти надо. Не оставлять это. В любом случае, да, пролету, да, пролету. В любом случае, да, пролету, да, пролету. В любом случае, да, пролету, да, пролету, да, пролету. Судим. Судим. Ну, вот, друзья, виден уже первый результат. Все-таки доделал я до конца этот пролет. Не считая тот маленький участок, где надо будет пилить штакетник. Им я займусь уже потом. Несмотря на то, что стемнело, несмотря на то, что мне пришлось немного отступить назад, все-таки я доделал. Сделал все ровно по уровню. Там я уже проверял чуть ли не каждую рейку. Сейчас все у меня ровненько. Такой вот палисадник получается. Ну и что я могу сказать? Такой вид радует глаз. Красота. Белые такие речки. На фоне такого дома смотрится очень красиво. Сейчас побыстрее буду делать и уже посмотреть на готовый результат. Так, я сейчас пойду молоть пшеницу быкам. И надо здесь все прибирать. Сейчас под вечер ветер поднялся. Там, наверное, микрофон задувает. Днем-то ветра не было. Сейчас прям хороший такой холодный ветер. Будет смена погоды. Днем-то ветра. Днем-то ветра. Это у меня помолотая пшеница быкам. Для буков у нас пшеница. Мне осталось подготовить капусту. Дождаться, когда у меня поднимется хлеб. И можно будет все ставить в печь. Сначала нарезаем лук. Также полукольцами. Выкладываем его в горшочек. Затем. Получилось. 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 Возможно. Получилось. Вам нужно заполнять. капусту пока убираем блюдо надо будет ее помять и перемешать с морковкой быки сейчас уже большие с ними надо аккуратно они только видят что им поесть несут они тоже несутся с ног сбивается насыпать быстро и аккуратно и сразу же отходить так так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все шкварчит, кипит, идет аромат хлеба Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавляю Свининку развернем и поставим другой стороной куглям Сокрываем Карла Ммм, капуста приготовилась Хлеб тоже. И скоро будет готова свинина. Хлебушек пусть отдохнет под полотенцем. Свининка у нас тоже уже приготовилась. И картошечка красиво зарумянилась. Хлеб горячий. Он уже такой не горячий, теплый. Но ждать, когда он остынет, уже не представляется возможным. Поэтому будем есть такой, какой он есть. Главное, прям не такой. Потому что если горячий нарезать, он внутри будет сыроватый. Сейчас он уже у нас полежал отдохнуть. Конечно бы еще полежать немножко. Он должен быть хорошим. Сверху зажарился сильно. Немного жарковато было поставило. Нормально. Он когда бледный, не поджаристый. Такой-то он, мне даже кажется, получше будет. Еще кусочки вот так вот разрежем, чтобы они были аккуратненькие. Прям без всего просто так попробуем хлебушек. Так. Вкуснятина. Нормально, пузырчатый получился хороший. Попуска. Да, горячий крышочек еще. Дополнительный гарнирчик. Все. Я потом там еще горяченький подложу. Свининка с клюкой. Красота. И вот к этому всему обязательно надо ложечку хренодерки положить. Чтобы было посочнее, поядреннее. Даже можно еще. Чтобы не остывало, закроем. Ну вот. Этот хлеб, он идеально подходит к этим блюдам. Это то, что нужно. Покажу поближе вот вам кусочек в разрезе. Как он выглядит. И у него вкус. Присутствует такая кислинка. Вот приятная. Вот у этого домашнего хлеба на закваске. Я думаю, что сейчас очень многие хозяйки также пекут, как Катя хлеб. Свой домашний. Но у нас в комментариях в последнее время, вот перед тем, как Катя поставить закваску, очень много спрашивали, когда Катя начнет печь хлеб. Катя постаралась максимально подробно показать этот процесс приготовления. Потому что он на самом деле очень долгий. Там сначала одна закваска стоит, можно сказать, неделю. Готовится. Потом вот эта опара стоит с вечера заводишь. Утром все это стряпаешь. Потом еще все это хлеб. Он стоит, поднимается. В общем, такой процесс не быстрый. Но оно того стоит. И сейчас, да, многие пекут дома домашний хлеб. Кто-то для разнообразия. Кто-то как вот такое домашнее лакомство. То есть приготовить. Конечно, каждый день на повседневку так вот, чтобы всегда был на столе свой домашний хлеб. Оно не всегда получается. Потому что есть какая-то другая работа. Нужно и так просто покушать, приготовить. Вот Катя сегодня сразу же убила несколько зайцев. И покушать приготовила в печи. И сразу же испекла хлеб. Вот. Но получилось очень вкусно. Вот кусочек доедаю. И беру новый. Катя. 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 Катя.